1889 год, январь-апрель, Эйфелеву башню построили. Ну, в принципе, это всё всемирная выставка 89-го года, это 100 лет Великой Французской Революции. Поэтому предложили сделать сооружение, которое бы демонстрировало, так сказать, зримое достижение Франции. И вот с тех пор так и стоит. Инженер Гюстав Эйфел, он, в общем-то, использовал проекты другие. В Европе был конкурс серьёзный, общефранцузский, который начался 1 мая 1886 года. Там было 107 претендентов, довольно много было всяких идей. Например, были предложения построить гигантскую гильотину. То есть вместо башни по одному из проектов должна была гильотина стоять, но вот в честь Французской Революции. Также предлагали каменную постройку сделать. Ну, в общем, посчитали, что каменную совсем дорого, а вот эту вот из стальную конструкцию эту, железную, посчитали, что реально всё. Ну вот Эйфель выиграл конкурс и сказал, что Франция будет единственной страной с 300-метровым флагштоком. То есть 300 метров и сверху будет французский флаг. В январе 1887 года подписал Эйфель договор с государством, по которому он на 25 лет получал башню в аренду. Также ему платили субсидию на 25% расходов. Ну, в общем, окупилась она уже на выставке. То есть уже в 1889 году была Всемирная выставка в Париже, о которой я позже буду в следующих клипах говорить. И башня полностью окупилась, а потом 20 лет она обогащала Эйфеля, потому что сразу стала жутко популярна. Строили 2 года, 2 месяца и 5 дней с 28 января 1887 года и достроили 31 марта 1989 года. 30 рабочих. Это рекордный срок возведения для такой конструкции огромной. Всё-таки Франция, индустриальная страна передовая. 18038 металлических деталей. Чётко все начертели и в точности по инструкциям. Всё сделали. Ну, вот сначала первую платформу строили, потом сверху строили уже эти опоры и постепенно возводили они. Ну, в общем, вот 31 марта несколько чиновников парижских первые зашли на башню. Первоначально был договор, что через 20 лет демонтируют. Огромный успех был. За первые полгода 2 миллиона посетителей было на Эйфелевой башне. Тем не менее, многие, кстати, писатели парижские возражали категорически французские и посылали. Пока шло строительство, всё время шли протесты от творческой интеллигенции, потому что они привыкли Париж видеть определённым образом. Я думаю, что посреди Парижа будет огромная железная дура стоять. Они все жутко возмущались. То есть, нарушает стиль, столицы, архитектуру, художники не хотели эту хрень рисовать. Но, например, в 1887 году, когда ещё всё начиналось, 300 писателей и художников подписали протест, в том числе Александр Дюма-Сын, Гидема-Пассан и так далее. И там написали в этом протесте, на протяжении 20 лет мы будем вынуждены смотреть на отвратительную тень ненавистной колонны из железа и винтов, простирающихся над городом, как чернильная клякса. Ну и говорят, что Гидема-Пассан всё время обедал в ресторане на первом уровне Эйфелевой башни, когда его спрашивали, почему, он говорил, что это единственное место в Париже, где не видно Эйфелевой башни. То есть, если, допустим, обедать в Эйфелевой башне, то вот тогда её не видно. Короче, многие её там не любили. Но на самом деле сразу был туристический бомб, и до сих пор она у них там хорошие доходы приносит. Многие в Париж приезжают и в эту башню залазят, на эту верхотуру. Там много ресторанов сделали внутри башни. Туристическая достопримечательность. Ну, в общем, хотели это снести, но радио изобрели в конце 19 века и начали её экспериментировать в плане радио сначала, а с 1906 года поставили там радиостанцию. После этого уже не сносили. Там также оборудовали высотную метеорологическую лабораторию наблюдать за атмосферой. Во время Первой мировой войны радиоперехват с Эйфелевой башней позволил организовать контратаку на Марнии и спасти Париж от наступления немцев, о чём я рассказывал в клипах про Первую мировую. Также 11 ноября 1918 года с башни передали именно радиограмму о том, что всё подписано перемирие, что прекратилась война на всех участках фронта. Так что, ну и с 1935 года с башней передают телевизионные программы, телевидение тоже. Так что всё башня пригодилась, она у них выполняет функции передатчика, ну и туристического такого объекта. Милан Абренович якобы отрёкся от престола, можно про него поговорить, румынский, значит, князь и король Сербии. Вообще говорю, он не румынский, он сербский всё-таки он был. Ну, в Румынии жил. Он родился вообще в Молдавии. Эти все сербы там были в эмиграции, вот на территории России. От турок спасались. Отец у него погиб, сражаясь против турок в Румынии в 1961 году. Мать его стала любовницей правителя Румынии, и вот таким он, в общем, и вырос. Его дядей воспитывался, там его румыны, его короче, воспитали. А когда ему было 14 лет, князь Михаил в Сербии был убит приверженцами Карагеоргиевичей, а он был из рода Абреновичей. И вот этот 14-летний Милан Абренович оказался единственным из рода Абреновичей. И всё, Абреновичи победили, и Милана назначили, значит, князем Сербии. Он, значит, поехал в Сербию, при нём был регенский совет, постепенно он вырос, стал править. В 1875 году именно Милан Абренович созвал парламент в Сербии. Ну вот, в Сербии я только что освободился от турок, и с 1975 года был парламент, а наши до 1905 года в России не могли всё собрать, всё, что попало, сочиняли. У японцев был парламент, сейчас вот расскажу о этом клипе, как... У японцев был уже давно парламент. В 1989 году как раз они его открыли. А наши всё, вот Россия у нас почему-то самая тормозная там на уровне Китая была. Да, кстати, у китайцев тоже практически одновременно с Россией там примерно парламентаризм появился. Ну вот, Милан Абренович, в общем-то, ориентировался на Россию первоначально. Воевал с турками, правда, проиграл. После русско-турецкой войны Сербия стала независимой. Однако князь Милан Абренович стал проавстрийским, про это я рассказывал. Сербия первая переметнулась в Австрию, а потом это сделала и Болгария. Заключил договор о протекторате с Австро-Венгрией. Ну и, видимо, вот они способствовали тому, что его поразгласили королём Сербии. Милан Абренович с 1982 года король Сербии. По наводке австрийцев развязал войну с Болгарией, в которой Сербов опять разбили. Вот в 1989 году он якобы отрёкся от престола в пользу своего 13-летнего сына Александра. После этого жил в Париже под именем графа Такова, но периодически заезжал в Белград, где давал всем ценные указания. То есть как бы он реально не был королём, да, формально не был королём, а реально приезжал и руководил. Но пользуясь тем, что его сын был королём, и он был маленький. Ему Сербия платила содержание 300 тысяч франков, которые он там проигрывал в Париже, в карты. Поэтому он постоянно у Сербии требовал, чтобы Сербия обеспечила его карточные долги. Сербии это жутко надоело, тем более там был свой парламент уже. В 1892 году они предложили ему, что они ему дают сразу миллион франков, и он подписывает отречение от сербского гражданства вообще. Не лезет ни в какие их дела. Всё, миллион даём, всё, отвали. Значит, он миллион взял, отречение подписал, а в дела продолжал вмешиваться. По его наводке, под его руководством, его сын, король Александр, сделал два государственных переворота. Возможно, ещё расскажу, если время будет в 1993-1994 году. В 1994 году Милан вообще вернулся в Сербию, хотя за два года до этого подписал отречение от сербского гражданства. И продолжал всё время требовать каких-то денег от правительства, и большей частью их получал, потому что он был авторитетный лидер клана местного Абреновича. В 1998 году Милан стал руководителем сербской армии, его сын назначил главнокомандующим, что вызвало полное недовольство всеми, потому что все войны Милан Абренович проигрывал. В 1999 году поляк Кнезевич покушался в Берграде на его жизни, на Милана Абреновича, а за это привлекли к суду вождей радикальной партии, то есть лево-либеральная оппозиция почему-то была виновата за то, что какой-то поляк стрелял в Абреновича, и всё посадили, короче, всю оппозицию по этому поводу. Возможно, провокация просто. Потом он поссорился с сыном, уехал в Вену в 1999 году, и там в 1901 году умер. Ну, умер до полтинника не дотянул, в возрасте 47 лет он умер. Вот такой был первый король Сербии. Конституция Японской империи принята тоже в 1889 году, в начале этого года, и до 47 года, то есть до поражения во Второй мировой войне, была основным законом Японской империи. Япония стала второй страной в Азии после Османской империи, которая ввела Конституцию. Ну, я тут говорил о революции 68-го года, потом так вот периодически к Японии возвращался, систематически не говорил, и сейчас как раз подробнее расскажу, потому что шли демократические реформы в Японии, и в основном все дискуссии как раз были, конечно, вокруг Конституции, то есть какая будет форма правления. Ресторация Мэйдзи, пришёл к власти император Мэйдзи, о чём уже говорил, но Конституции не принял. Вроде как курс провозгласили на западную, так сказать, модель. 6 апреля 68-го года император принял, короче, как раз курс, то есть это называется клятва пяти пунктов. То есть первое, государственные дела будут решаться с участием общего совещания, то есть как-то не конкретно будет парламент или нет, но в общем совещательный принцип будет в решении государственных дел, и с кем совещаться будет, тоже конкретно не сказал. Второе и третье власть будет опираться на всех подданных империй, то есть не на самураев, а вообще на всех, включая крестьян. Упразднение всех дурных обычаев и соблюдение правосудия, а также заимствование полезных знаний во всём мире. Ну в общем обтекаемо, как обычно на Востоке, да, как-то так туманно, но в целом да, провозглашён курс на усвоение полезных знаний во всём мире, то есть на вестернизацию, да, на модернизацию. И на демократизацию тоже вполне. В 68-м году также был принят указ о государственном устройстве, в который, собственно, включили всю эту клятву пяти пунктов. Ну, образовали государственный совет при императоре, который он сам же и назначал, плюс министерство. В какой-то степени поделено было, то есть вот консультативный совет, в общем-то, был там законодательный орган, исполнительная власть были всякие министерства, и судебная власть была ведомство юстиции. Это какое-то подражание Конституции США, принцип разделения властей, да. Но никого тут не выбирали из этих всех перечисленных, и фактически всех назначал, даже нижнюю палату консультативного совета назначал император. Фактически консультативный совет, который выполнял функции законодательной власти, включал в себя верхнюю палату, которая была образована просто из советников императора, и нижняя палата, там были самураи, которые представляли 276 кланов самураев Японии, но назначал их полностью сам император, даже не кланы. Всего две сессии даже прошло, этого консультативного органа, то есть все так, в общем, слабо все это было, но в какой-то степени вот был предшественник парламента. В Японии, тем не менее, явочным порядком была свобода печати, то есть Конституции еще не было, но пошла печать, как обычно при демократизации, да. Печать начала бурно обсуждать реформы в обществе, начались переводы классиков либерализма европейского, Руссо, Миля. Дипломаты японские находились в Англии, непосредственно там общались со Спенсером, с идеологом либерализма, в общем, либеральные идеи начали распространяться. Ито Хиробуми отправили в Вашингтон, он там изучал американскую конституцию и записки федералиста, да, записки федералиста, практически комментарии к американской конституции, составленные ее авторами. За границу начали отправлять молодежь японскую, там она жила уже в демократическом обществе, осваивала законы, по большей части учились на юристов, вводили западные законы. Все это привело к тому, что появились либеральные партии, они требовали, чтобы ввели конституцию, ввели парламент. Ну, поскольку все равно самодержавие было, да к тому же еще традиции почитания императора, они подавали петиции. Первая либеральная петиция 1874 год, ее подавали общественная партия патриотов, партии в Японии были разрешены. Вот в царской России партии не было разрешено вообще, до 1905 года никаких, а вот политические партии в Японии практически сразу разрешили, как только началась демократизация. Ну, в первой петиции писали, что в целом, значит, в японском обществе рост социального напряжения, я рассказывал более восстания, правда, в восстания больше ватники поднимали, чтобы сохранить старые традиции. Рост социального напряжения, поэтому, чтобы народ себя, так сказать, осознал при частном власти, чтобы преодолеть противоречия между властью и народом, нужно перейти к представительной системе, избрать парламент. Что вот парламент будет утверждать налоги, и поэтому народ начнет их платить, потому что там еще и налог не платили, нифига. Ну, только что власть поменялась, раньше подчинялись каким-то феодальным этим всем кланам, теперь императору, в общем, никто особенно не понимал, что теперь будет. Ну, и вот с помощью открытия парламента либералы предлагали японские сплотить опять нацию вокруг императора. Японский император традиционно отвечал на все неопределенно. Ждал, что будет. Консерваторы тоже появились, допустим, такой Като Хироюки. Ну, консерваторы, как обычно, как и у нас, говорили, что Япония не достигла соответствующей стадии прогресса и не готова к учреждению парламента. Ну, и императоров, этих консерваторов всегда все не готовы. Это все понятно, они так и вечно будут долдонить. Ну, шла дискуссия между вот этими ватниками и либералами в прессе довольно бурная. Все-таки нажимали на императора, чтобы он определенно высказался. 2 мая 1974 года император определенно сказал, что он создаст собрание представителей всей нации, дабы издавать законы путем публичного обсуждения. Короче, правительство высказало, что будет парламент. Но не сейчас. Вот, делали они это все медленно. В 1975 году сделали совещание в Осаке по вопросу о постепенном переходе к конституции, вообще-то. Ну, вот они тянули все это, как бы учитывали и мнение консерваторов, что еще не готово. Вот когда готово, непонятно. Ну, вот Ито Хиробуми был крупнейший такой деятель, который, собственно, был идеологом правительства. Он предложил определенный компромисс. То есть, значит, начать политическую реформу. Наряду с Государственным Советом учредить Сенат и Верховную Судебную Палату. Ну, и вот в этом Сенате будут обсуждаться тоже законы. То есть, какой-то вот создать. Ну, это будет консультативный орган, который назначается императором. То есть, сначала сделали такой предпарламент в виде некого консультативного образа, которого сам император же и назначает. Которые не выбирались, тем не менее. То есть, вот он сам выбирает, с кем советоваться императором. Это называлось Ген Раин. Но в какой-то степени это вот либералам сказали, что вот сначала будет такой совещательный орган, а потом будем готовить конституцию, чтобы успокоить либералов. Правительство начало высказываться, что мы не нужно поспешно это все делать, что мы когда-нибудь перейдем к Конституции, но не сразу. Это вызывало протест со стороны всевозможных либералов, особенно 1876 год. Имелась либеральная партия движения за свободу и народные права. На страницах всевозможных газет пошла резкая критика, вплоть до заявлений «деспотическое правительство должно быть сброшено», «смерть чиновникам-приспешникам тирании». В общем, ребята почитали про французскую революцию, японские, и начались репрессии. В 1876 году газеты позакрывали, 17 редакторов, журналистов осудили. Тем не менее, под давлением этого всего общественного определенного движения, 1 сентября 1876 года был издан императорский указ о составлении проекта Конституции. Вот этот Ген Раин, который собрали совещательный орган, ему поручили готовить Конституцию. Они создали комиссию, она разъезжала по Европам, читала всякие конституции европейских стран. Там было либеральное крыло, которое хотело копировать английские полностью порядочки, чтобы, допустим, кабинет министров отвечал перед парламентом, а не перед императором. Это был такой Акома Сигенобу. Либералы также требовали, чтобы как можно быстрее ввели Конституцию, так это задерживает развитие. Ну, император периодически им обещал, что через два года, через два года, но все время откладывал. Чтобы надавить на правительство, в марте 1879 года прошел съезд либералов в Осоке, где образовали Лигу учреждения парламента, которая, значит, в уставе было написано, не будем распускать Лигу до тех пор, пока парламент не будет создан. Подавали всевозможные петиции. За 80-й год подали 48 петиций правительству, чтобы ввели парламент. Правительство начало запрещать подавать петиции, разгоняли митинги всевозможные за парламент, закрывали газеты и журналы и говорили, что мы введем, но не сейчас. Во главе об оппозиции стояли довольно влиятельные люди, вплоть до министра финансов Акома Сигеноба. Под давлением всего вот этого, 12 октября 1881 года вышел императорский указ, о котором было четко заявлено, что через 9 лет, в 1890 году парламент точно будет собран. Ну вот, когда точно уже сказали, как бы считалось, что император не врет, народ временно успокоился. Ну и точно выполнили это, да, вот все, в 1990 году и собрали. Соответственно, 9 лет было на подготовку к конституции. Ито Хиробуми поехал в Европу изучать все опять Конституции. Почитав Конституции 18 стран, он решил, что больше всего походит немецкая. В Германии Ито Хиробуми занимался с профессорами Гнейстом и Штейном, которые вот именно профессора Конституционного права, с учеными серьезными, с юристами Ито Хиробуми занимался. Они ему рассказывали все принципы Конституционного права. Ну и вот он отчитывался потом. Значит, у него такое следующее мнение сложилось, значит, дословно, что он писал. В последнее время в нашей стране появилась порочная тенденция доверяться работам слишком либеральных радикалов из Англии, Америки и Франции и считать их лучшими образцами. Фактически же это приводит к гибели государства. То есть он перешел, короче, на немецкие позиции, на такие достаточно правые. И после этого всего изучения стал считать, что нужно копировать немецкую Конституцию, германскую. Ну вот он вернулся. Они создали Министерство Императорского двора, как бы такое внутреннее. Что им позволило, как бы, Конституцию разрабатывать без особого общественного обсуждения. Вот они там, как бы, внутреннее Министерство, которое возглавляло этой Хиробуми, вот оно и разрабатывало Конституцию. Как-то так вот между собой. Но, однако же, у них был профессор Герман Рёслер, немецкий, который их консультировал. И вот в области Конституционного права Европы. Герман Рёслер написал меморандум 6 июня 1987 года, где писал следующее. Учитывая общие мировые тенденции, по всей видимости, в Японии будет доминировать скоро класс буржуазии. И это хорошо, потому что буржуазия будет развивать торговлю и промышленность. Однако, буржуазия будет стремиться получать большую прибыль. Это подорвет безопасность крестьян, подорвет безопасность рабочих. То есть буржуазия будет больше эксплуатировать, чем феодалы, пишут им Рёслеры, опираясь на опыт Европы. Поэтому государство должно выступить как источник социального баланса. То есть Рёслер им еще внушал идеи социального государства японцам. Государство будет защищать вот этих всех бедных от неумеренных аппетитов буржуазии. Нужно создать свободное крестьянство, которое будет опираться на институт наследственной собственности. То есть развести там фермеров в Японии. Ну и вот поэтому именно нужна монархия. А монархию он в конце пришил, это удовлетворило консерваторов японских. Вот наследство монархии, она и будет такой социальной защитой для проигравших слоев. Для всех бедных, обездоленных от вот этой всей буржуазии японской, которая вот-вот появится и будет господствовать. Ну все это на самом деле в Японии естественно по-другому все было. И как-нибудь я расскажу, как там все экономика выглядела и политика. Ну примерно такие идеи их консультант немецкий вот так вот им внушал японцам. Что нужно сделать социальное государство, а для этого должна быть наследственная монархия. Ну это в общем идея этого самого прусского социализма, еще гигельянства. Это все оттуда. Значит, ну приняли они конституцию, потом они какое-то время обсуждали, кто же будет конституцию-то принимать. Либералы требовали учредительного собрания, консерваторы требовали, чтобы просто император подписал. В результате опять компромисс, создали некий тайный совет при императоре, который окончательно уже и принял конституцию. Ну император участвовал активно, редактировал, постоянно вызывал к себе вот этого Ито Хиробоми со всякими отчетами. Император точно участвовал. Вместе с этим проектом конституции создали комментарии к конституции, которые во многом подражают федералисту американскому и комментируют, почему такие статьи. Значит, обнародована была конституция 11 февраля 1889 года, то есть как раз государственный праздник, день основания империи. Была зачитана на торжественном собрании в императорском дворце и вместе с конституцией опубликовали часть еще нормативных актов, которые уточняли закон об императорском доме, закон о палатах, указ о палате пэров и так далее. Император принес клятву верности конституции, где заявил, что самодержавная власть императора продолжается, так как она традиционно для Японии, но императорская власть добровольно обязалась, то есть император сам так решил, что он будет подчиняться конституции, и таким образом основным законом будет являться конституция, а править будет император. То есть император добровольно ограничил свою власть. Либералов это в целом удовлетворило, хотя конституция была более умеренной, чем то, что они предлагали, но в целом посчитали, что это шаг вперед. Кое-какая критика сразу была, но в целом на конфликт с правительством либералы не пошли. Конституция была довольно расплывчатая, потом периодически в Японии будут и либералы, и фашисты, и они будут все тратковать эти положения, по-разному, то есть либералы будут в сторону дальнейшей демократизации двигать, а фашисты наоборот. 76 статей, практически все переписаны из прусской конституции, в 20-х годах анализировали, фактически там только три статьи, короче, японские оказалось. Остальное все переписано из прусской конституции или из конституции других южных немецких государств. Ну, теория, тем не менее, была не европейская, что сразу отмечалось. Значит, даже в монархических государствах западных имеется принцип народного суверенитета. То есть, что император, в принципе, только потому император, что это устраивает народ. То есть, источник власти это народ, вот народ власть осуществляет через парламент, ну и также вот парламент признает власть императора. Как-то так, фактически монарху предоставляет власть народ по западным конституциям 19 века. В японской империи конституция исходила от императора. То есть, император наделен от бога, от богини Аматерасу, наделен верховной властью над Японией, независимо от того, есть конституция или нет конституции. То есть, он суверенитет. А он, собственно, самостоятельно решил ограничить свою власть и советоваться с подданными. То есть, вот так в Японии выглядело. Абсолютно так же это выглядело в российской конституции 1906 года, где император все равно самодержавный, власть императора от бога, но вот он при этом собирает парламент. Фильм про Максима есть в Сталинске. Там Максим говорит буржуазии, порядочки вы мечтали завести японские. Там речь Максима есть. Вот вы говорите, что вы русский, а что вот у вас русского? Фамилии у вас немецкие. Порядочки вы мечтали завести японские. Капиталы у вас английские. Ну и так далее. Ну да, действительно, значит, после 1906 года в Российской империи порядочки были японские. Через 20 лет после японцев дозрели до Японии уже наконец. До того было вообще Китай нафиг. Я в плане сильной отсталости Российской империи. Вот там при всем при том, что всевозможные российские идеологи рассказывали и тогда, что у них тут самое совершенное в мире общество. На самом деле общество было на уровне китайского даже. Но тем не менее, вот несмотря на все на это, это значит вторая страна в Азии после Османской империи, у которой Конституция. Японцы, несмотря на все вот на это, теперь принимали участие в управлении собственным государством. И кроме того, учитывая то, что достаточно расплывчато было сформулировано, был потенциал развития. Поэтому в целом все очень прогрессивно на самом деле. Хоть такой и ввели. Ну, кое-что о функциях-то. Например, на Конституцию, о правах различных институтов. Значит, император. В первой же статье Конституции было дословно заявлено. Японская империя управляется непрерывно и на вечные времена императорской династии. То есть император в любом случае, ему принадлежала вся полнота государственной власти. Фактически он был объявлен главой и законодательной, и исполнительной власти. Но он осуществал, допустим, законодательную власть и согласие с парламентом. Он мог, да, наложить вето на любые законы. Мог их принять и не принять. Созывал парламент, мог его всегда распустить и часто распускал. Назначал на все государственные должности. Жаловал все чины и ордена, дворянские титулы. Мог амнистировать и помиловать. Даже не по закону. То есть было право помилования императорского. Был верховным командующим армией и флотом. И так далее. Но несмотря на это, все прекрасно понимали, что один человек всего этого делать не будет. И он и в феодальном обществе традиционно всегда советовался. То есть деспотом он тем не менее не был. Несмотря на то, что ему формально принадлежала полнота власти, реально во множестве статей ограничивались его права. И вводились возможные органы, которые совместно с императором. Ну то есть как обычно в Японии формально он является самый главный и самый умный, потому что его боги поставили. А реально все равно дела будет парламент решать в значительной степени. И это в Конституции тоже присутствовало. Без согласия парламента нельзя было принимать законы. То есть законы должны были по согласию императора и парламента приниматься. Он должен был постоянно его созывать каждый год, проводить выборы постоянно в парламент. Запрещено было вмешиваться в свободу слова членов парламента даже императору. То есть вот если говорить с трибуны депутат, то нельзя было мешать даже императору, ему говорится. Финансовые тоже вопросы в значительной степени ограничились. Судьи должны были судить по закону, он не мог вмешиваться в работу судей, независимость суда и так далее. Ну, кроме того, на практике все-таки японский император, он традиционно, так сказать, знает свои границы. На практике редко он вмешивался. Были случаи, но такого вот деспотизма, как особенно наш, Николашко, такого вот не было. То есть беспредела какого-то не было. Вот он эту конституцию принял, японский император, он ее сам соблюдал. То есть советовался с парламентом на деле. Долго спорили, ввести ли статус прав человека. Сам лично Ито Хиробуми отставил, что должны быть права человека. То есть консерваторы говорили, что какие права, когда мы все принадлежим императору, никаких прав. Ну, вот все-таки ввели там статус прав человека. Понятие японского подданного, японского гражданина. Права были, в принципе, все, которые в Европе. Свобода места жительства, свобода от незаконного ареста, да, Габблос корпус акт, право на судебную защиту, неприкосновенность жилища, тайны переписки, неприкосновенность собственности, свобода вероисповедания, свобода слова печати собраний союзов и так далее. Тем не менее, во всех фрагментах было написано в пределах установленных законов. Ну, вот как у нас сейчас наша конституция в Путинской, да. То есть, в принципе, право на свободу слова есть, но принимают постоянно законы, которые ее ограничивают. Например, нельзя критиковать спецоперацию. Сейчас. Ну, вот, это примерно так же в Японии. И причем они вот эти законы действительно принимали. Допустим, когда начались у них репрессии против коммунистов в 25-м году, они запретили коммунистов, хотя вроде как противоречит свободе слова, но вот надо, значит, надо все. Закон приняли просто специально, что коммунисты запрещены. Вроде как была свобода вероисповедания, однако синтаизм объявили, что это не религия. Поэтому требовали, чтобы все соблюдали ритуалы синтаистские, изъявляют, что это не религия, а это вот просто у нас такой вот, государственная идеология у нас такая. Ну, это вот примерно как победобесия, да, то есть как бы не религия, всевозможные культы национальные по типу, вот культ победы, там у нас праздники национальные всякие, как бы не религия, но все должны соблюдать. Хотя многие говорят, что их религии противоречат, допустим, поклоняться памятникам, кострам и так далее, и все равно гоняют. Ну, примерно вот так синтаизм и выглядел. То есть даже христиан, они могли заставить в синтаистских храмах стоять, заявляют, что это не религия, это у нас такие традиции. Парламент. Самое главное, что было в 37-й статье написано, ни один закон не может быть издан без одобрения имперского парламента. Парламент контролировал частично государственные финансы, мог постоянно петиции подавать императору, делать запросы, обращаться к императору непосредственно, мог отказать в одобрении чрезвычайных императорских указов. То есть, если даже император принимал какие-то указы в промежутке между сессиями парламента, парламент мог их снять. Защищалась свобода слова членов парламента, хотя за пределами сессии могли их арестовать. То есть, во время сессии он был неприкосновенен, а потом он мог ответить за свои слова. Чтобы все это дело демократией ограничить, создали верхнюю палату, палату пэров, из дворян, которые считались оплотом консервативных ценностей. Ну и заявлялось, что эти дворяне будут равновесие осуществлять между партиями и все такое. Как обычно, мы назначим вам начальников, и они будут между вами решать конфликт. Нижняя палата свободно выбиралась, но сначала был высокий ценз имущественный, только 1% избирателей был, потому что требовалось, чтобы большой налог платили во время выборов. И фактически на первых выборах 1% только участвовало население. Тем не менее, выборы прошли хорошо, партии уже были. Большинство в первом парламенте получило оппозиции либеральные, начала немедленно что-то там требовать, в результате первый парламент досрочно разогнали. Ну и в конце 19 века постоянно в парламент выбирали оппозицию, и его постоянно разгонял японский император, пока наконец на что-то они все-таки договорились. Кабинет министров отдельный от Конституции, учредили в Конституции нет кабинета министров, в декабре 1989 года учредили кабинет министров, ну и он много выполнял всяких функций, например, он разрабатывал законопроекты. Понятно, что не сам император законы готовил. Он назначал правительственных чиновников, как обычно в общем кабинет министров, исполнительная власть. Помимо этого был тайный совет. Тайный совет это вот то, что создали для обсуждения проекта Конституции, они его не распустили, а он потом частично такие, как бы функции Конституционного суда выполнял, какие-то рекомендации, короче, давал. Но поскольку это все люди были с прямым выходом на императора, часто тайный совет часто вмешивался в политику и также играл определенную роль. То есть тайный совет мог что-то там императору посоветовать и потом императору определенную позицию займет. Судебная власть имелась. Значит, судебно-правая реформа давно уже шла. Независимый суд 1871 год. Японцы судебную реформу провели. По сути, в 80-е годы перевели французские кодексы. То есть в Японии действовало французское либо немецкое законодательство на тот момент. Уголовный кодекс, уголовно-процессуальный, гражданский-процессуальный, гражданский кодекс перевели с французского образа. И суды должны были, естественно, выполнять эти кодексы и быть независимыми. То есть лучше, опять же, чем в России, где, по сути, только в 20-е годы при большевиках тоже перевели немецкий и французский кодекс и ввели, наконец-то, европейское законодательство. Уголовное и гражданское. Вот в Японии раньше сделали, а в России все ни хрена там никаких кодексов, действовало сложное и довольно законодательство, которое постоянно еще и уточнялось, но об этом я и рассказывал. То есть Россия отставала даже от Японии в плане кодификации права и внедрения современных норм гражданского права. Поскольку Конституция все равно была светская и переведена с немецкого, она вызывала протесты сторонников традиционной ценности. Традиционных ценностей. Они надавили. В феврале 1890 года был принят рескрипт об образовании. Почему об образовании? Потому что в школах тоже светские ценности западные преподавали, а стиватники требовали, чтобы в школах преподавалось конфуцианство. Значит, рескрипт об образовании представляет собой типичный набор нравственных всяких изречений восточных. Довольно расплывчатых. Причем конфуции там не упоминаются, но по сути они все сделаны по конфуцианской модели. Что там младшие должны подчиняться старшим. И все такое. Поскольку, значит, как бы заявили независимость от религии, раньше просто это через конфуцианство все внедрялось. А тут надо было, чтобы тогда светская власть, император, вот это самое все повторил, а потом уже это все, значит, в школах, чтобы преподавали, чтобы вернулось в практически конфуцианской идеологии, но в такой вот светской оболочке. Вот это самое сделали. Это у нас 30 октября 1890 года. Это, по сути, моральный кодекс, который вот в школах начали петь, требовать их соблюдения от подданных. То есть, несмотря на то, что вся правовая, вся часть, она была вся европейская, в случае чего могли сослаться и на нравственные принципы азиатские. Такое вот устроили. Допустим, вот не почитают старших, какая разница, что по закону, не по закону, не почитают старших. Это нарушение моральных наших принципов. Надо сказать, что даже и Конституция была довольно абстрактно сформулирована, а перевод немецких норм ничего японцам не говорил, потому что в Германии другой контекст. Вот когда из одного контекста другой переносит, контекст теряется, получается все абстрактно. В результате трактовали по-разному. Но длительно все-таки у власти были демократы. Как я уже говорил, в парламент в основном выбирали радикальную демократическую оппозицию, все 90-е нулевые даже в Японии. И они все требовали демократизации. Демократы добились снижения вот этого имущественного ценза. К 25-му году его вообще отменили, все японцы стали участвовать в выборах, независимо от того, богатый или небогатый. Ито Хиробуми постепенно все-таки начал вводить ответственное правительство, то есть правительство, чтобы назначал не император, а парламент. Элементы этого вводились, и позднее там господствовали, когда либералы, фактически оно так и было. Начали говорить о том, что все-таки сувереном является народ, а император только носитель суверенитета. Однако с 31-го года фашисты, которые все эти принципы трактовали по-фашистски, в связи с чем, когда американцы оккупировали, они потребовали переделки полной конституции, чтобы конституция определенно содержала демократические принципы, чтобы она не могла пересматриваться, чтобы ее не могли использовать фашисты. В период Второй мировой войны Япония вообще-то была конституционной монархией такой же, как Англия, допустим. Формально она была демократическим государством, там никто конституцию не отменял, тем не менее она воевала за Гитлера, и реально у власти были радикальные националисты-консерваторы, похожие на Гитлера. При этом они просто толковали конституцию определенным образом. Чтобы такой фигни не было, конституцию поменяли, но об этом уже в истории 20-го века. 22 марта 1889 года в России произошла так называемая якутская трагедия. Значит, в Якутске весной 1889 года скопилось 34 политических сильных, 29 евреев и 5 русских. Я уже рассказывал, царское правительство начало сразу после того, как царя убили в 1881 году, фактически начало еврейские погромы, хотя говорилось, что это энтузиасты отдельно делают. Евреи, с одной стороны, побежали в Америку, и в Лондон сначала, даже в 80-е годы много русских евреев в Лондоне. А с другой стороны, те, кто из них такие хотели сопротивляться, пошли в революцию. Получилось много революционеров-евреев к концу 80-х. Несмотря на постоянные заявления правительства, что подавлено революционное движение, ни хрена подобного не было на самом деле. По-прежнему сотни всевозможных активистов всяческих революционных партий отлавливались ежегодно. Их отправляли в Сибирь, где их было довольно много. В 90-е годы все вот эти же самые, их наследники образуют уже революционные партии, эсеров, социал-демократов, потом будет партия либералов, кадетов создана. Но об этом я уже даже частично говорил, потому что у меня с 901 года уже все эти хроники есть. Ну вот, вернемся к Якутии. 29 евреев и 5 русских собрались в доме Якута Монастырева. Значит, по прибытии в Якутск им не предоставили время на покупку провизии и теплой одежды, а собирались отправить их на Колыму без одежды. Там вообще нельзя было ничего купить по тогдашним временам. Нужно было закупить валенки, полушубки, хлеб, мясо в Якутске. А им времени не дали, денег у них тоже существенно не было. Они написали заявление, чтобы мы хотя бы отсрочили отправку, чтобы они там получили с России деньги или что-нибудь тут сделали в Якутске, собрали. Значит, им сказали ждать ответа. Они собрались в доме Якута Монастырева, поэтому называют еще Монастыревский бунт. И там сейчас Музей истории и культуры народов Севера. Когда они вышли во двор, все, которые протестовали, послали петицию, на них налетел вооруженный отряд и начал по ним стрелять. После этого казалось, что у некоторых ссыльных есть оружие. Вот такие у нас порядки в Сибири были. Вот мясо они не купили, а оружие в Якутске они уже купили. Ну и эти ребята же, евреи, начали стрелять в этих, которые на них напали же. То есть они начали ответную стрельбу. Ну, естественно, больше было войск. Перестреляли они этих ссыльных. Части тяжело ранены. Потом устроили суд. Отправили их всех в тюрьму. Они были вообще-то ссыльные, а не тюремные. Они жили на вольных квартирах. А вот после вот этого всего бунта всех отправили в тюрьму, потому что была перестрелка. Устроили разбирательство. Из оставшихся в живых троих приговорили к смертной казни через повешение. Причем один из них был тяжело ранен. Вот Коган Бернштейн, еврей. Он был тяжело ранен, не мог встать с постели, даже чтобы дойти до виселицы. Так они его приковали к постели и повесили его прямо на постели. То есть принесли его в постели, прикованного к виселице, и повесили в постели его тяжело раненым. Вот такие у нас ребята в Сибири политическими сынами занимались. Четверых приговорили к бессрочной каторге, и 20 человек к различным срокам каторги. После этого еврейская община Якутска похоронила всех евреев, которых повесили и которые погибли в перестрелке в братской могиле. Там потом был памятник, естественно. И сейчас это еврейское кладбище называется, и там объект культурного наследия, вот эта братская могила вот этих убитых революционеров. И, естественно, всю эту историю узнали на Западе. Нью-Йоркские газеты, английские газеты, все это все критиковали. Статьи называли что-то типа «Якутская бойня». Там местные евреи написали в Америку, в Европу. Естественно, только это повлияло на положение ссыльных, и российское правительство что-то там по поводу правил отправки ссыльных приняло, запретило их там быстро отправлять. Все, что они требовали, это выполнило правительство. Но после того, как поднялся Хай в Европе. А ребята погибли просто. А в Сибири по ним просто начали стрелять просто за то, что они что-то там потребовали. Вот такая печальная история у нас была в Якутске. И на этом я за первые 4 месяца кончаю. И еще будет два клипа по 89-му году 19-го века. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова